Добрый день, дорогие друзья! После музыкальной композиции мы продолжим нашу передачу. Оставайтесь на нашем канале. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Ну и все! Добро пожаловать на наш канал! 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 Молодое поколение тоже пребывает. Мы, например, четверо со дня основания почти работаем. С нашего оркестра очень много хороших дамбристов, которые сейчас играют на республиканских, лауреат республиканских конкурсов международных. Например, даже сейчас нынешний вице-министр тоже в нашем оркестре играл, Директор Хромангаза-оркестра Хуан Шпик Мухангалиф тоже выходит с нашего оркестра. Вот таких хороших дамбристов, музыкантов очень много, что в оркестра вышло. Сейчас они на республиканском масштабе играют. Спасибо. Давайте примем телефонный звонок. Уже у нас есть на линии. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло. Алло. Добрый день. Добрый. Рада вас слышать. Если я не ошибаюсь, это наша активная телезрительница, которая не пропускает ни один наш эфир. Саврия Шахметовна, это вы? Нет. Привет. Я извиняюсь тогда. Продолжайте, а то мы привыкли все время. Первый звонок бывает от нее. Продолжайте. Здравствуйте. Еще раз мне хочется задать вопрос Искандеру, как концертмейстеру группы Сарнаев. Расскажите, пожалуйста, о группе Сарнаев в вашем оркестре. Спасибо вам за вопрос. Хотел бы уточнить, что Сарнаев в переводе с русского на казахский Сарнаев это у нас баян. Вообще считается, что баян у нас русский инструмент. Русский инструмент. Но он настолько прижился у нас в Казахстане, что ни один оркестр, ни один ансамбль, даже элементарно, ни одна свадьба, ни один там посиделка не обходится без баян. Поэтому мы считаем его уже как бы своим инструментом. Это инструмент Сарнаев, поэтому дали уже название свое уже Сарнаев. Ну Сарнаев в оркестре он очень универсальный инструмент, так как он многотембровый, там специальные баяны. Вот. Могу показать вот так, когда рукой можно переключить, а может еще и подбородочник. Есть пять подбородочников. То есть можно доигрывать недостающие голоса. Например, не хватает флейты, можно включить и подобрать, например, флейту. Если не хватает, например, габоя, можно включить габои. Так же помочь нам как бы здесь, например, когда иногда мощи не хватает, вот включается определенный регистр и помогает, например, баян. Со дня основания, наверное, уже, мы уже, наверное, более уже второй или третий состав среди баянистов. Вот. А первые баянисты, это у нас Даврен Акбулатов, Серик Кушкарбаев сидели такие баянисты, яркие баянисты в городе Уральск. Как Сергей Анатольевич, Светлана Насимовна у нас была, вот на баяне играла. Олег Пихалыч, Ватихович. Вот. Бралеева у нас была инспектором. Играл на баяне, еще инспектором, внутренним директором, так сказать. Вот сырная группа. Но к сырной группе еще, к нашей группе еще относятся флейты и габои, то же самое. Так как они как бы родственные у нас, родственные инструменты, поэтому считается вот группа сырной. Ну и добавили еще и флейты, и габои. Спасибо. А вот мне интересно узнать подробнее об этом инструменте. Геннадий, расскажите, познакомьте нас, пожалуйста. Это контрабас дамбра. Это имеет низкий и мощный звук. В оркестре она служит фундаментом, основой мелодического построения оркестра. Усиливает звучание. Оркестр без контрабаса не обходится, потому что более насыщенный звук получается. То есть вы сами все время носите его, или у вас есть помощники? Нет, никто его не носит. Вам все-таки об этом... В оркестре у нас есть человек, который... У вас маленькие инструменты. В основном самому приходится носить. Тяжелый, но приходится. Потому что, ну, допустим, что требуется, чтобы на нем играть? Допустим, как всегда, это слух, ритм, потом, ну, физическая сила, потому что... Ну, естественно. Его, да, надо, чтобы держать, прожать струны. Натяжение струны около 30 килограмм. А вообще самый инструмент сколько весит? Ну, он килограмм 20. Ничего себе. Ну, это тяжелое, есть полегче инструменты. Килограмм носите на себе? Да. Ну, вы уже на нем привыкли? Да, да. Ну, не 20, меньше. Спасибо. Есть еще у нас телефонный звонок на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. Рада вас слушать. Вот теперь, говоришь, Ахмедовна, звонь, мне пришлось позвонить, потому что вы не с кем уже привыкли, да. Ну, сегодня музыка, и тем более оркестр народных казахстанских инструментов. У меня супруг был дирижером оркестров, его уже нету, правда, статиков, забит. И я уже с молодостью к музыке, к оркестру казахскому вообще неравнодушна. Алло. Ой, увы, звонок сорвался. Сейчас, я думаю, Заверя Шахметовна перезвонит к нам, а мы пока продолжим нашу беседу. Безусловно, 2020 год был для нас тяжелым. Уже он подходит к кульминации, осталось совсем немного, полтора месяца, вот плюс-минус там несколько дней. А каким для вас был все-таки уходящий год, скажите, пожалуйста. Многие организации, мы знаем, что перешли на дистанционное обучение школы, вы на онлайн-режим тоже проводите свои концерты. Ну и, наверное, как и всем, не очень хороший год задался 2020 год в связи с этим коронавирусом. Но мы не унывали, мы работали, мы работали в онлайн-режиме. Например, наш тележер-маэстро давал задания, там, что надо играть, сыграть. Мы дома играли, записывали и передавали. Они монтировали, и вот это все у нас получался онлайн-оркестр, скажем так. Потом у нас первый в Казахстане, скажем так, прошел онлайн-конкурс «Лайф-Ки». Это организовала наша филармония. Там участвовало где-то 180 участников. Они записывали свои «Ки» и отправляли к нам. И оттуда выбирали победителей нашей здесь жюри. Жюри было, насколько я помню, наш Еркенжай Ахмедович, Карима Сахарбаевна и Айтхалия Жаимов. Еще там несколько, извините, я сейчас не помню. Вот такие мэтры составляли члены жюри, и вот они выбирали. Также мы ездили на родину Долют-Кирея, так как у нас 200 лет со дня рождения Долют-Кирея. Его мазолей находится у нас в Буки-Арде. Мы туда ездили оркестром, чтобы почтить память, отдать дань. Так как ездили с оркестром, мы решили там тоже сыграть с тем оркестром, сняли там видео. В данное время оно, по-моему, тоже монтируется. Ну вот в карантине вот такие вот такие мы работали вот так вот в таком темпе. Но все-таки живые концерты, конечно же, ни с чем не сравните. Да, вот даже аплодисменты, эмоции людей. Ходят, и надо спрашивать, когда, говорят, вы уже начнете в живую работать. Охота послушать не в записи, а в живую музыку. Потому что живая музыка, она, конечно, очень сильно различается, несет больше эмоций, больше выразительности как-то, чем по записи. Прямой контакт со зрителем нету. Прямого контакта со зрителем нет. А так ты сидишь на сцене, плюс хорошее освещение, плюс зритель сидит уже, приходит настроенный на твой концерт, чтобы, скажем, получить удовольствие. Вот ждем, конечно, когда вот это все закончится. И вернуться к своей, скажем, в штатном режиме, к работе. Мы тоже в это очень-очень надеемся. И я бы хотела еще раз, дорогие телезрители, напомнить. Средства нашей связи 28 58 69, номер прямого эфира и номер ватсапа 837 264 15. А я хочу зачитать вопросы, которые поступают к нам. Это и пожелания, в том числе. Асалхан, ваш адрес. Дорогой Асалхан, хотелось бы от лица коллектива средней школы номер 44 пожелать вам долгих лет жизни, счастья, благополучия, здоровья вашей семье. Пусть вас встречают только самые хорошие моменты в жизни. Продолжайте нас радовать своими успехами в будущем. Благодарим за такое пожелание. Асалхан, можете тоже поблагодарить. Из Буки Ардинского района также передают Асалхану привет и всему оркестру Даулит Кирея. Еще такой вопрос от нашего зрителя. Что играет музыканта для себя в свободное время? Есть ли у них любимые мотивы или мелодии? Кто желает ответить на данный вопрос? Музыкант в свободное время обязательно, конечно, что-нибудь играет. Какой-то немножко сложный вопрос. Потому что музыкант не играет той музыки, которая ему не нравится обычно. А какую музыку играет? Это зависит от настроения. Хорошее настроение играет, веселая музыка, грустная. Когда у вас хорошее настроение, Виктор, какую музыку вы играете сами? Так, народный шансон. Такое веселое, наверное. Веселое, да, но народный мотив. Например? Ну, например, сейчас я когда буду рассказывать про инструмент, я добавлю. Ну, к примеру, вот этот. Вот такого плана. Действительно, поднимает настроение, согласитесь. Ну и заодно расскажите тогда уже об инструменте своем. Домра, скажем так, один из загадочных инструментов, можно даже сказать. И в какой-то степени у нее трагичная история была. Первые сведения о Домре документально, документы пришли с 15 века. Так, то есть она тогда уже была широко распространена. Происхожение Домры есть две версии. Это одна из версий, то, что произошло от европейской лютни. Но основная все-таки версия, как вы можете по названию догадаться, Домра, это то, что произошло от Домры. То есть от казахской Домры. Форма, в принципе, была похожая раньше, то есть тоже была более продолговатая, с длинным грифом, потому что использовались не как сейчас металлические струны, а использовались жильные. Потом она не угодила, скажем так, людям. Ее вышел указ изъять инструменты, сломать и сжечь. И чем же она так не угодила? Ну, потому что на ней в основном играли, как тогда называли, домрачи и скоморохи. А скоморохи, где они играли? Они играли на игрищах, на ярмарках, то есть где простой лют. И они высказывались негативно о правящих верхах, о церкви и так далее. И вышел указ в середине 17 века все изъять, сломать. А кто играет, того наказывать. Либо ссылать куда-нибудь. Хорошо у вас не было в Домре. Да, такая трагическая история. И потом на 200 с лишним лет упоминание о Домре пропало. То есть практически уничтожили инструмент. Другие инструменты как-то это минуло. Балайка, гусли, жилейки, другие инструменты. Кобзы. Именно этот инструмент. Именно, да, именно Домре. И вот уже в конце 19 века, случайно ее где-то нашли, уже через 200 с лишним лет, остатки от этого инструмента нашли где-то там на чердаке или сарайчике. И вот по этим остаткам уже на картинках нашли, что это Домре. Решили ее восстановить. Тогда уже был создан первый оркестр народных инструментов. И Домру поставили металлические струны. На данный момент существует два вида Домра. Это трехструнные. Но так как у них более-менший диапазон, сделали по образу скрипки с четырьмя струнами. И у каждого вида Домра есть еще свои подвиды. То есть вот это называется Домра малая или Домра прима. Есть также Домра пиккола, Домра малая и Домра прима, Домра кеноровая, Домра альтовая, Домра басовая и Домра контрабасовая. То есть, получается, насчитывается приблизительно 15 видов. Но в основном у нас используется вот такого плана инструмент. Очень интересно вы рассказываете. Так, сейчас как раз то, что мелодию я сыграл. До 45-го года инструмент в основном считался чисто оркестром. То есть у него не было специальных каких-то произведений для него написано. И вот первое произведение написано специально для Домры был концерт. Написал его Будашкин. Вот с тех пор можно сказать, что Домра начала вести свою сольную карьеру. И сейчас очень много добилось. Много очень исполнителей, много композиторов для него пишущих. Вот вкратце такая история. Спасибо. Ну, я думаю, что баян не нуждается в особом представлении, конечно. Но вот вкратце вы рассказали. А существуют ли какие-то тоже интересные факты об этом инструменте? Может быть, мы действительно чего-то не знаем? Ну, что такое баян? Ну, баян это, во-первых, как и сольно можно играть, так и применяется он, как я и сказал, что в оркестрах. То есть универсальный инструмент можно играть, дамровую музыку, например, скрипичную музыку можно играть. Все можно играть. Да, любую музыку. То есть здесь есть система такая, готовая, выборная система. То есть можно переходить, даже пианино музыку можно играть. Вот. Многофункциональный, вкратце. Что еще? Ну, может, покажем, сыграем один. Давайте. С удовольствием послушаем. Так как у нас 200 лет с одной рождения нашего великого композитора Давлит Кирея, сыграем к ним Давлит Кирея и Кызак Жилинг. С удовольствием послушаем. Спасибо. С удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, спасибо большое. А сейчас мы прервемся буквально на несколько минут на музыкальную композицию. Далее мы продолжим наши передачи. Дорогие телезрители, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие телезрители, не переключайтесь. Дорогие телезрители, не переключайтесь. Дорогие телезрители, не переключайтесь. Дорогие телезрители, не переключайтесь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Да, да, да. Вот так каждый год мы вносим свою лепту. Здесь в Уральске тоже у нас проходил такое же мероприятие, аналогичное. Вот каждый год справляем, и наша молодежь начинает понимать, что такое дамбра, какой он инструмент. Начали интересоваться. Сейчас очень много молодых людей обучаются игре на дамбре, и это очень радует. Спасибо. Геннадий, вам передают привет. Гена, брат, дай бог тебе здоровья, удачи, счастья. Ваш друг Серик. А, извиняюсь. Хотелось бы еще, чтобы вы рассказали вкратце немного об оркестре, то есть какими успехами, какими достижениями вы гордитесь. Ведь у вас немало их. Недавно как раз в Урду ездили, звонок был. И вспомнили, вот недавно буквально две недели назад мы ездили на мавзолей до Ульткирея, где прям непосредственно прямо у мавзолея на улице, в степи, сняли 30 видеороликов с оркестром. Вот было очень-очень, знаете, как волнительно. Вот. Тоже приурочено к 20-летию оркестра и... Духсотлетию до Ульткирея. Духсотлетию до Ульткирея. А у вас остались в памяти какие-то, может быть, памятные поездки, гастроли? Ну, памятных поездок было много. Я вот хотел бы сказать про оркестр. Вот на базе оркестра не один раз проводились конкурса. Да. Два раза, по-моему, конкурсы дирижеров проводились. Приезжали со всего Казахстана дирижеры, ну и не только с Казахстана. Потом недавно прошел конкурс «Домбрист». Имени Дулюткирея. Имени Дулюткирея как раз. Особо запоминающие поездки, ну, были. Вообще, каждая поездка по-своему своеобразна, скажем так. Конечно. Ну, вот больше всего запоминаются, которые редко случаются. Вот мы в Казани ездили, например. Тоже там ходили по разным местам, смотрели достопримечательности. Потом были тоже на международном фестивале в Тайване. Тоже, конечно, запомнилась эта поездка. Дорога туда с тремя пересадками на самолетах. Ну, и своеобразием, конечно, их культуры. То, как они реагировали на нашу музыку. Потому что мы в основном везли именно свою казахстанскую музыку. Принимали там, конечно, очень хорошо. Спасибо. Снова, Аслхан, ваш адрес от Самал Галимовны, преподаватель музыкальной школы Бокия-Ординского района. Также желает вам только успехов творческих, удачи во всем. Ну, и тоже пишет, что вы являетесь большой гордостью. И ваш отец Ермик Ага. Спасибо большое. Удачи оркестру и процветания. Следующий вопрос от нашего телезрителя Малика. Здравствуйте, уважаемая передача и ее гости. Вы творческие люди. Владеете игрой на музыкальных инструментах. Когда вы ходите в гости или присутствуете на каких-либо мероприятиях, часто ли вас просят сыграть что-нибудь? Соглашаетесь или отказываетесь? Давайте, Геннадий, вам зададим этот вопрос. Я думаю, что в гости вы навряд ли ходите с этим своим инструментом. Нет, хотя бы бывает. Или бывает? Да, бывает. У меня дома такой же инструмент есть. Так, когда друзья приходят, вот, в смысле, те же музыканты. Мы бывают, прямо на улице, на даче мы живем, и бывает, играем. Что вы обычно играете? Есть тоже любимые какие-то? Ну, наверное, такие. Можете сейчас нам сыграть. Я не знаю. Если кто-нибудь поможет. Только вместе играть. Да, только вместе. А компонирующие инструменты. Как таково, здесь ничего не сыграешь одному. Только... Мы с удовольствием послушаем еще вашу одну музыкальную композицию. И далее у нас остается буквально 4 минуты до окончания эфира. Пожалуйста. Ну, сейчас мы хотим сыграть знаменитый Адай Хурмангазу. Адай Хурмангазу. Адай Хурмангазу. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Действительно, эта мелодия Адая заставляет трепетать наши сердца. Я думаю, что никого не оставляет никогда равнодушным. Мы продолжаем нашу передачу, дорогие телезрители. У нас остается 4 минуты до конца нашего эфира. И вот такой вопрос уважаемого музыканта. Геннадий сказал, что ходите в гости друг к другу. Какие еще моменты сближает ваш ансамбль, кроме совместной работы? Есть ли у вас, может быть, какие-то традиции в вашем оркестре? Какие еще события сближают помимо работы, то есть ваш концерт? Ну, у нас, наверное, как это, сплоченная семья. Оркестр уже давно весь притертый. Если едем куда-то далеко гастроли, все равно нужна поддержка, все равно друг друга надеемся. Ну, вот это вот плана только. Спасибо. Кто еще желает ополнить? Виктор Ильич? Вот был вопрос, какие традиции есть. Одна традиция у нас очень хорошая есть. Например, если у кого-нибудь какой-нибудь праздник, там, юбилей, ну, день рождения, то мы обязательно, ну, любой праздник поздравить, мы играем каждый раз тушь, когда человек заходит на работе. То есть всем оркестром поздравляем. Здорово. Спасибо. Ну, и хотелось бы вот такой заключительный вопрос узнать, говоря, любопытно узнать, говоря о музыке в целом. Как вы относитесь к сегодняшней музыкальной индустрии? Какой ваш сегодняшний зритель? Кто обычно приходит к вам на концерты? Приходят ли молодежь, молодые люди? То есть соблюдается ли вот это преемственность? То, что радует, сейчас уже молодежь начала приходить на концерты и слушать. Они начали интересоваться народной музыкой, так как сейчас много рекламируется, например, наш инструмент Домбраз, скажем так, Хобоз. Ну, всякие инструменты рекламируются, и поэтому сейчас молодежь тоже интересуется, кому какой инструмент нравится, он может пойти в музыкальную школу или, например, в колледж, там начинает учиться. И те студенты, которые хорошо учатся и владеют своим инструментом, они приходят к нам в наш оркестр, участвуют на конкурсах. Если там человек хорошо владеет своим инструментом, например, студент, наш маэстр, наш вот этот худсовет принимает на работу к нам. Вот так они с нашего оркестра, уже профессиональный оркестр, они начинают свой путь к профессионализму, так скажем. И вот так потом едут уже в Астану или в консерваторию, например, скажем, в Алмату. И в другие страны. Да, и в другие страны, и в Россию тоже ездят учиться. И вот там они начинают проявлять себя с хорошей стороны, и мы радуемся этому, то, что наши выходцы вот такие талантливые, очень хорошие ребята. Спасибо. Ну и две минуты до конца эфира. Пожалуйста, ваши пожелания нашим телезрителям. Ну, хотелось бы в телезрителям обратиться, кто нас смотрит. Очень большое-большое спасибо. И несмотря на сегодняшнее, вот, в данный момент положение, вот, говорим, коронавирус, говорим, хочется пожелать всем здоровья. Хочется пожелать, чтобы побыстрее это все у нас закончилось, чтобы зритель к нам вернулся в зал, и чтобы играли уже действительно при полных залах. Хочется здоровья всем, слушайте, занимайтесь музыкой, слушайте музыку. Духовно обогащайтесь. Духовно обогащайтесь. Благодарю. Есть еще кому сказать пожелания? Виктор. Ну, телезрителям хочу пожелать здоровья, слушать как можно больше хорошей музыки, знать как можно больше историю своего родного края, и чтить традиции предков. Спасибо. Ну, я присоединяюсь. Самое главное, наверное, здоровье сейчас в данное время. Здоровье и, как я уже сказал, духовного обогащения. Надеюсь, карантин скоро кончится. Всем здоровья также желаю. Берегите себя и своих близких. Благодарю. Я хочу еще раз сказать вам спасибо за участие в нашей программе, пожелать, конечно же, процветания вашему оркестру, творческих успехов в вашей работе. Ну и, конечно, как вы уже до этого говорили, чтобы скорее все закончилось, пандемия, и мы снова пришли к вам на ваши замечательные концерты и наслаждались вашей красивой музыкой. Спасибо. Спасибо вам за эти яркие, незабываемые эмоции, что подарили сегодня нашим телезрителям за вдохновение. Что ж, дорогие телезрители, а на этом я с вами прощаюсь. Пусть в вашей душе всегда звучит красивая музыка и наполняет ваши сердца приятными эмоциями. До свидания и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!